Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. За время войны в небе над Европой было сбито, а также совершило вынужденные посадки на немецкие аэродромы большое количество Б-17. Приземлившиеся самолеты вместе с собранными немцами самолетами из обломков сбитых машин довели число пригодных к эксплуатации Б-17 в Люфтваффе до более чем 40 машин. С августа 1942 года начались регулярные налеты американских бомбардировщиков 8-й воздушной армии, базировавшейся в Англии, на объекты на территории Германии и оккупированных ею стран. Основной ударной силой бомбардировочных соединений США на Европейском театре военных действий были четырехмоторные летающие крепости Б-17, без преувеличения лучшие самолеты этого класса того времени. Поэтому можно предположить, с каким нетерпением хотели заполучить Б-17 специалисты из Люфтваффе. И здесь злую шутку на беду союзникам сыграли превосходные качества этого самолета, его конструкции. Дело в том, что даже после относительно жесткой вынужденной посадки самолет, как правило, получал несмертельные повреждения. Через день-два обычно машину восстанавливали и она, как ни в чем не бывало, продолжала свои боевые полеты. Правда, в обязанности экипажа, совершившего вынужденную посадку на территории противника, входило уничтожение своего самолета. Но, понятно, не всегда это удавалось сделать. Первый экземпляр Б-17 попал в руки немецких специалистов 12 декабря 1942 года. Еще на подлете к цели Б-17Ф из 303-й бомбардировочной группы получил серьезные повреждения в результате атаки немецких истребителей и вынужден был лечь на обратный курс. По пути домой над Бо-В самолет был снова атакован немецкими истребителями. Полученные на этот раз повреждения заставили экипаж пойти на вынужденную посадку. Возможностей для маневра у командира подбитой крепости не было. А подходящей по размерам площадкой для посадки оказалась лежащая прямо по курсу поля аэродрома в Голландии, где хозяйничали немцы. За два дня самолет был отремонтирован и под эскортом двух БФ-110 перелетел на аэродром исследовательского центра в Рехлине, где и был тщательно изучен немецкими специалистами. Были выявлены сильные и главным образом слабые стороны конструкции, что позволило в дальнейшем откорректировать тактику борьбы истребителей люфтваффе Стерра Бомбер. Так немецкая пропаганда окрестила Боинг Б-17. На базе в Рехлине самолет сменил свой внешний вид. Нижние поверхности самолета были выкрашены в желтый цвет. Американские опознавательные знаки были заменены на немецкие, а на бортах появился код DLXL. Несколько месяцев после завершения испытаний этот самолет участвовал в показательных полетах совместно с братьями по несчастью. Трофейными Б-24, П-47, П-38, Авру-Ланкастером, Москита, Тайфуном и Спитфайром. Б-17 на службе в люфтваффе скрывались под обозначением Дорнье-200. Некоторые Б-17 с четко нанесенными немецкими опознавательными знаками использовались для отработки тактики атак и обучения летчиков-истребителей методики боя. Примером такого подразделения может служить первая школа истребителей. Но несколько Б-17 сохранили оригинальную окраску и опознавательные знаки Соединенных Штатов. Эти машины применялись для заброски агентов на занятую союзниками территорию или для снабжения секретных баз. Захваченные Б-17 использовались в октябре 1944 года для высадки агентов в Иордании. К весне 1944 года в руках люфтваффе оказалось более десятка летающих крепостей. Все они были переданы в 200-й бомбардировочный полк специального назначения, где использовались в учебных и диверсионных целях. Имеются сообщения, что по крайней мере один из захваченных Б-17 использовался в люфтваффе как приманка. Этот самолет следовал за возвращающейся формацией Б-17 американских ВВС под видом поврежденного и отстающего. Расчет делался на отделение нескольких Б-17 от строя для сопровождения подбитого самолета. После чего они становились легкой добычей для немецких истребителей. Кроме того, пристроившийся к формации Б-17 люфтваффе нередко открывал огонь из бортового оружия по соседним самолетам и наводил по радио истребителям. Ряд таких случаев привел к появлению распоряжения ВВС США открывать огонь по любому приближающемуся Б-17, который не мог быть четко идентифицирован. На Тихоокеанском театре военных действий большинство Б-17 в ВВС США было уничтожено на земле в течение первых нескольких дней войны. Наступление японцев на Тихом океане происходило с такой скоростью, что союзники не успевали при отступлении эвакуировать всю боевую технику. В результате японские вооруженные силы сумели получить целую коллекцию различных типов самолетов-союзников, многие из которых были почти не повреждены. Японцы захватили по крайней мере три Б-17. Один совершил вынужденную посадку на Филиппинах и не сильно при этом пострадал. И два ранних Б-17 на острове Ява. Самолеты были перегнаны в Японию, где использовались для общественного показа захваченных вражеских самолетов. После этого захваченные Б-17 использовались для оценки их возможностей и развития эффективной против Б-17 тактики истребителей. Субтитры создавал DimaTorzok